Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 25 июня 2024 года вторник. Сегодняшняя программа по следующему принципу будет построена. Мы начнем с Джулиана Ассанжо, конечно. Долго мы к этому шли. Вот, я имею в виду, в этой программе. И вот есть хорошие новости. Это замечательно, я считаю. И все, что я знаю, расскажу. Ну и там же очень большая, на самом деле, компания вела для того, чтобы это произошло. Причем со стороны лидеров западного мира многих. Австралии, хоть она и на Дальнем Востоке, да, Германии. Там много интересного. Ну и заодно поговорим, опять же, об ответственности. Кто, на самом деле, за что должен отвечать. Это первый момент. Вторая часть нашего марлезонского балета, это, естественно, ордер Международного уголовного суда на арест Шойгу и Герасимова. Как раз год, чуть больше года мятежу, исполнилось мятежу Пригожина и Шойгу и Герасимов. Вот этот бар, да. И опять возникает она в такой связке. В этот раз немножко в другом контексте. Вот, поговорим. Цирк как бы продолжается. Мне интересно, как бы, в принципе, у этого всего будут последствия. Для самого Международного уголовного суда, по идее. Вот, поговорим об этом. И завершим передачу африканско-гаитянским блоком. Ньюсмейкер у нас в Кении. И в направлении Гаити у себя дома тоже. Вот, я расскажу. Там интересное развитие. Одновременно происходит на двух направлениях. И в Гаити, и в Кении, и в самой. Вот, это интересно. И есть у этого тоже определенные моменты. Какой план на сегодня? Напоминаю. Писать мне можно 347-46-00877. Это смс-портал прямого эфира. Приношу извинения, что предыдущая программа без видео прошла. Но она вышла на Ютубе, естественно, тоже. Просто звуковой файл вышел. Вот, но сегодняшняя должна быть, по идее, окей. Все, технический вопрос решился. Там была небольшая техническая сложность у меня. Вот. А, значит, 347-46-00877, это смс-портал прямого эфира. Но для всех, кто смотрит меня на Ютубе, подписывайтесь на канал. На следующий день программы там появляется. Это запись. Но там легко со мной коммуницировать. Дискуссионный клуб там тоже работает. Поэтому добро пожаловать туда. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Сегодня Джулиана Асанжо уже видели в Бангоке. Он покинул Британию. Потому что он заключил сделку с Department of Justice в Министерстве Министерства США. И сейчас я расскажу об этой сделке самой. Там очень интересные условия. И немножко это как бы такой фонарик в достаточно сложный юридический американский мир. Вот. Такой сумрак там немножко. Чуть-чуть мы его подсветим, чтобы понимать, что на самом деле происходило и происходит. Вот. Значит, суть самого информационного повода в том, что он, по идее, завтра ему на американских территориях Тихом океане должны быть предъявлены обвинения. Потому что то, в чем его обвиняют, является felony, то есть преступлением, а не misdemeanor, то есть правонарушением. И для этого требуется, в принципе, на самом деле, ему лично, он должен был бы изначально оказаться в Вирджинии, в одном из пригородных там судов. Недалеко от Вашингтон-Ди-Си, от столицы. И потому что в таком суде его должны были слушать дела, и там он должен был говорить, виновен он или невиновен. Да? То есть по свою позицию обозначать, для того, чтобы процесс мог дальше двигаться. Но он поклялся, что он никогда не ступит на американскую землю, и это была проблема самая главная. Да? И он поэтому боролся с традицией тоже одна из причин. Вот. Поэтому нашли как бы компромиссный вариант, что он на американской будет территории, но не будет на территории США непосредственно. То есть контролируемая США территория, но не сама американская земля, как бы. И так называют, по-моему, Марианскими островами, по-английски это называется Сепиен, по-моему, эта территория называется. Короче, там тоже немножко мутная тема. Но в любом случае, значит, один из вариантов был, чтобы это не было феллони, чтобы это не было преступление, чтобы они поменяли квалификацию того, что он сделал с преступления на правонарушение. И тогда можно дистанционно вносить, как бы, участвовать, да, и обозначать свою позицию, виновен, невиновен. Но он, департамент юстиции и FBI были категорически против подобного, так же, как они были категорически против, в принципе, закрытия дела самого. Вот, сейчас еще раз мы в чем его обвиняли. Там, на самом деле, все очень, очень комплексная тема, потому что разные администрации действовали по-разному. Ну, вот Обама, кстати, администрация в тот момент, когда это все происходило, что при Обаме происходило, первый момент публикации огромной папки, да, на несколько тысяч файлов, которая произошла, файлы Пентагона, и следующая пачка огромная файлов дипломатической переписки, кстати, которые, ваш покорный слуга, пользовался здесь, в университете, потому что они были в открытом доступе. И Wikileaks был важный для меня ресурс, потому что мне нужно было писать работы по American Foreign Policy, по внешней политике США, и, соответственно, там эта переписка послова, особенно невероятный совершенно уровень литературной подготовки их, да, и того, как они общаются, какие детальные репорты, на самом деле, американские послы пишут. Вот посл в Турции, на самом деле, в Анкаре меня интересовала его переписка с Department of State, которая, естественно, секретная. Вот, и там много интересного и предлаганок, и мне это было нужно для моей турецкой работы. Короче, не в этом суть. Я к тому, что многие студенты этим пользовались моментом, это был невероятный для нас подарок, для всех тех, кто в тот момент учился в магистратурах, получить доступ к таким документам, которых никогда в жизни, то есть, ну, лет через 25, через 30, 40, когда архивы открываются, теоретически можно было бы, наверное, в Библиотеке Конгресса к этому документам получить доступ, или никогда, потому что некоторые документы никогда не открываются. Вот. Я к тому, что для всех для нас Жилиан Станч был человеком, который и остается человеком, который сделал невероятную вещь, да. Один человек, который, в принципе, перевернул мир и выполнил настоящий долг настоящего журналиста. На самом деле взял и опубликовал те материалы, которые попали в его распоряжение. Теперь обвиняли его не в этом, кстати. То есть и в этом тоже, но не только в этом. Потому что при Трампе его вот это действие по публикации, оно было отделено от журнализма. Да, и было сказано, что он сознательно пошел на эту публикацию для того, чтобы навредить. И он заранее знал, что публикуя эти материалы, он подвергает огромное количество американского персонала, дипломатического, разведательного, резидентов, жизни их, этих людей и членов их семей опасности. Опасность немнимая, опасность настоящая, потому что, опять же, те переписки, которые послы вели, они указывали агентов, они указывали определенные имена. То есть они уговорили там, в этой переписке, кто из видных деятелей культуры и общественных деятелей тех стран, в которых они работали, работает с американцами. То есть дает им определенную информацию, не разъединенную информацию, но как бы дает им свои экспертные оценки, помогает им определить общую обстановку в странах. О чем, кстати, американские послы постоянно дают репорты. И это одна из важных их задач работы послов на другой стране. Да, попутно. Вчера, очень важный момент, я обозвал посла США Ли Страсс, я приношу свои извинения, конечно, это Лин Трейси. Вот, и я не знаю, что ко мне, что в голове что-то кликнуло. Подсознательно где-то Ли Страсс у меня там сидит, потому что я обещал всем рассказать о ее opinion piece, да, о ее статье, о ее мнении в Wall Street Journal о том, как Трампа себя надо вести в борьбе с американской бюрократией, когда его изберут и когда, если его изберут. Вот, и я надеюсь, в какой-то момент возможность у меня появится, но вот Ли Страсс у меня в голове застрял, и никак ее оттуда не выбить. Поэтому я обозвал американского посла Лин Трейси. Ли Страсс приношу свои извинения, конечно же, это Лин Трейси, и она очень заслуженный дипломат американский. В очень важных местах, кстати, занимала свои позиции, была послом. И в Астане была послом, и в Бишкеке была. Работала в разных посольствах, в горячих точках, в том числе и в Кабуле. Вот. И явно совершенно непростая женщина, четко совершенно связанная, естественно, с разведкой. Вот. Ну и, как мы понимаем, она часть senior foreign service, да, это отдельно в foreign service, да, в американском, как бы, службе при Госдепе, да, которая на самом деле, откуда, как бы, резервный пол, откуда берут людей для назначения на очень серьезные позиции, которые являются еще и часто политическими. Посол США в России, это политическое назначение, прежде всего, помимо дипломатов. Ну, она карьерный дипломат. Ну, и наверняка офицер разведки. Скорее всего, мы знаем, что Госдепартамент и ЦРУ очень связаны, да, между собой. Теперь, ну, это просто проясняя вчерашний разговор. Вот ее вызывали в МИД, естественно, вчера из-за обстрела Севастополя, атаком. Теперь, возвращаясь к Александру, значит, обвиняла его в администрации Трампа уже, Обама не хотела выдвигать обвинения, потому что это могло навредить, в принципе, журналистам сильно подобная вещь. И изначально его обвиняли в том, что он, вот, то есть даже при Трампе, изначально отделяя, да, отделяя его журналистскую деятельность, как бы, что он вступил в сговор с Брэдли Мэннингом и помогал ему получить, взламывать базу, чтобы получить те документы, которые он потом публиковал. На самом деле, естественно, всегда его адвокаты он сам отрицали. Отрицали, потому что он просто публиковал те документы, которые попали в его распоряжение. Вот так, по крайней мере, такова легенда защиты. Вот, версия защиты. Теперь, это все, на самом деле, уже сейчас не так важно. Важно, что к борьбе за его освобождение, да, подключились ребят серьезные союзники, американские, которые с Байденом имеют нормальный контакт. И вообще, сама администрация не очень-то представляла, что делать с этим кейсом, потому что уж слишком то, что делал Лассаж, похоже, да, на журналистику. С одной стороны, с другой стороны, нужно было сделать так, и любая администрация, которая находится у власти, должна этим быть озабочена, чтобы подобная ситуация публикации секретных документов в таких количествах больше не повторялась. И, конечно, идея показательной порки, она всегда присутствовала, но при этом администрация понимала, что слишком большое международное давление присутствует. И вот Албанист, премьер-министр Австралии, обращался к Байдену. Олаф Шольц, федеральный канцер Германии, обращался к Байдену. И даже Олаф Шольц высказывал мнение о том, что экстрадиция из Великобритании, она на самом деле нежелательна, и неправильна, и незаконна, это нехорошо. Вот, по какой причине? По нескольким причинам, кстати. Говорят, что защита говорила, что, во-первых, у него там уже депрессия сильная, он в одиночке. И оказавшись в Америке, он опять окажется в одиночке, да, и это ухудшит его состояние здоровья, которое так уже на самом деле не в самой лучшей форме сейчас останется. Что, о чем его жена, кстати, Стелла Асанж тоже говорила постоянно, что есть проблема, я его навещаю в тюрьме, он все эти пять лет находился в одиночной камере. Это большая проблема, и для любого психического состояния любого человека, плюс они как бы не уверены, что в Соединенных Штатах Америки он получит справедливый дю-процесс, да, что рассмотрение кейсов будет справедливым. Но это, опять же, они уверены, не уверены, в принципе, это не самая главная причина, но вот причины состояния его здоровья тоже помогали ему, бороться с экстрадицией. И суд, в итоге, британский суд королевский, да, решил, что экстрадицию надо отложить. И в итоге, и надеялся тоже, естественно, да, все участники юридической стороны всего этого надеялись, что будет сделка заключена. Значит, сделка была заключена вот на днях. Завтра будет слушание, он уже вылетел через Бангок, он туда летит, на территории. Завтра будет слушание, ему, да, значит, он подписывает, что он виновен, да, по приявленным каким-то обвинениям, и не по всем, а по какой-то части. И получает 62 месяца тюрьмы, и это 5 лет, 5 лет и 2 месяца, которые он уже провел в британской тюрьме, в принципе, вот. И это означает, что он сможет совершенно спокойно выйти на свободу прямо сразу, там, из места, где он будет, из зала суда, там, на этой территории, и вернется в Австралию. Австралийский законодатель уже, как бы, все решения для этого приняли необходимые, чтобы он мог спокойно вернуться в Австралию и быть дома. Что очень хорошо для всех, это, в принципе, большая очень победа, и доказывает, что можно и одиночке бороться с большими дядьками, с большой системой, да. Но, опять же, для этого эта одиночка должна привлекать к себе прям невероятное внимание и пользоваться покровительственной поддержкой большого количества мировых лидеров для того, чтобы это произошло. Ну и, опять же, очень широкая была поддержка, много было всяческих демонстраций, особенно в Великобритании. Сама по себе история трагичная, он попросил убьющего посольства Эквадора, много лет там просидел в этом посольстве. А потом в Эквадоре сменился проспрезидент, и все, как бы, поменявшаяся власть в Эквадоре просто открыла двери посольства для британской полиции, которая зашла туда его и арестовала. В общем, история тяжелая. Он очень сильно пострадал за свое дело, на самом деле, это человек, человек, на мой взгляд, достойный. И сделавший все, что нужно для того, чтобы исполнить свой журналистский долг. Вот. А американскому, да, военно-политическому истеблишменту, на самом деле, неплохо было бы свои секреты охранить получше, естественно. Да, и заниматься непосредственно теми, кто эти секреты ворует, а не теми, кто их публикует. Потому что журналист не должен, если журналист, если получает свое распоряжение документы, которые являются основой, в принципе, публикация документов, с одной стороны, является его журналистским долгом. С другой стороны, для любого издания, да, это представляет также основу определенного коммерческого выживания. Потому что, в чем сенсационней материал, который публикуется, да, тем больше это вызывает трафика, говоря сегодняшним интернетным языком. Я думаю, что понятно этот момент излагает. В общем, я считаю, что это большая победа, да, Ассанжа, вообще над всей этой системой. Но заплатил он за нее совершенно невероятную страшную цену. Она очень много времени провел в одиночной камере, и чудом, на самом деле, вот повезло ему еще сейчас, да, что администрация Байдена решила, наконец-то, этот вопрос разрешить каким-то образом. Более-менее для выгоды и для радости всех участников этого процесса. Вот, естественно, жена радуется, уже были ее, уже был ее комментарий Стэва Ассанж на ситуацию. Она надеется, что скоро они, как бы, смогут в нормальной уже обстановке вместе находиться. Поздравляю. Да, от всей души, это правда, на мой взгляд, это очень приятное, хорошее событие. Справедливость, по крайней мере, восторжествует, с моей точки зрения, опять же. Я понимаю, что есть те, кто, конечно, как и FBI, и Министерство юстиции сказали, что нет, мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы по полной программе, как бы, процесс прошел, и чтобы наказание, как бы, было получено. Но, в любом случае, кстати, тоже был одним из моментов для администрации Байдена. И, конечно, тот приговор, который бы он получил, да, в американском суде, по тем вещам, в которых бы его обвиняли, он бы все равно не очень-то превысил бы то время, что он уже в британской тюрьме провел. Да, это был бы, конечно, вопрос тогда, нужно ли это засчитывать, но обычно засчитывается, да, прецеденты такие. Поэтому, скорее всего, он все равно бы вышел на свободу, просто это бы все затянулось и вызвало бы еще большие проблемы со здоровьем для самого Ассанжа. А так, в принципе, тема закрыта. Если завтра что-то экстраординарное произойдет, мы к этой теме вернемся, но, по идее, все должно произойти завтра спокойно, все должно закончиться. Это история, это эпопея, по крайней мере, запомним сегодняшний день, это 25 июня 24-го года. Бодяга продолжается с 2011 года, на самом деле. Вот. Теперь непосредственно ордере на арест, выписанный Международным уголовным судом на Шойгу и Герасимова. Обвинение в том, что они отдавали приказы и были вовлечены в уничтожение гражданской электрогриды украинского, что, естественно, очень большое оказало влияние на жизнь гражданского населения и это преступление. Так, международным, то есть, есть, давайте так скажем, есть большие основания полагать, что они, как говорить, нужно в голову суд, да, потому что преступление или нет, это решает, как бы, уже суд, когда судит. Правда ведь? Вот. Но, как бы, в чем, на каком основании был выдан ордер на их арест? На основании того, что есть основания полагать, что их действия по отдаче приказов о нанесении ударов по электроэнергосистеме Украины, да, оно является, как бы, преступлением про человечество с той точки зрения, что это удар по гражданской инфраструктуре, вот, и что даже, так сказать, мы прекрасно понимаем, что военные тоже пользуются электричеством, да, но, тем не менее, и что это, да, затрудняет ведение оборонных действий, да, в логике войны, как бы, подсказывает, что нанесение ударов по энергообъектам, оно в логику ведения войны вписывается абсолютно, но, с другой стороны, да, так как страдает огромное количество, миллионы гражданских из-за этого страдают, и страна погружается во мрак периодически на огромное количество времени, то это и есть преступление, как бы, да, то есть, collateral damage, грубо говоря, да, попутный ущерб, он возможен в международном праве, он допустим, вопрос, какого уровня этот collateral damage, да, то есть, можно, опять же, на убитого боевика может быть какое-то количество мирных гражданских, которые погибают одновременно с ним при нанесении, при ликвидации, но вопрос, какое количество, да, и насколько важен этот боевик, то есть, грубо, в юридическом, как бы, если в юридическом смысле, да, перевести это все на юридические рельсы, выгода от уничтожения энергосистемы Украины с военной точки зрения должна быть такой важной, да, чтобы, пытаюсь сформулировать, короче, для того, чтобы это не считалось преступлением, а просто считалось попутным ущербом, да, нужно, чтобы выгода от военная, да, тактическая, стратегическая выгода от нанесения ударов по энергосистеме была настолько важной, чтобы то, что в итоге 25-30 миллионов человек остаются без света по 12-14 часов в сутки, являлась, являлась, как бы, попутным, да, то есть, чтобы, а это очень сложно представить себе, да, что выгода от того, что, потому что понятно же, что военные объекты, они на, как, обеспечении, скорее всего, автономно находятся, да, у них есть свои генераторы, наверняка, вот, есть специальные батареи, наверняка, у военных, правда ведь, вот, и они так, они, конечно, зависят от энергогрида, да, но не настолько напрямую, то есть, опять же, выгода, она, конечно, есть для театра военных действий, да, военная выгода, стратегическая, тактическая, но при этом страдание 30 миллионов человек не может быть оправданным, да, эта выгода, она не настолько большая, вот, в принципе, что пытается сказать Международный уголовный суд, и это не совсем попутный ущерб, а это прям преступление, вот, в этом обвиняют Шайгу Герасимова, будут обвинять, да, если они, естественно, предстанут перед этим судом, что, конечно, невозможно, вот, теперь, значит, ну, по многим позициям, я все время надо повторять этот момент, в том плане, что кто в юрисдикции, кто не в юрисдикции, как определяется юрисдикция, вот, и какие кейсы Международный уголовный суд может слушать, когда мы про путинский ордер говорили, я уже произнес, теперь требуется это, видимо, еще раз повторить, потому что у людей может возникнуть, как бы, те, которые ту программу не смотрели, новые подписчики, опять же, новые слушатели, которые присоединились и не совсем в курсе дела, должны об этом знать, да, должны это знать, теперь, чтобы понимать, на самом деле, насколько этот номер, он цирковой, это чистая эквилибристика, не имеющая никакого практического применения, эти ордера, что против Путина, что против Шайгу и Герасимова, никакого практического наполнения у этого ничего нет, кроме политического станта и такого, попытки создания имиджа такого всесильной руки правосудия, как бы, да, который Международный уголовный суд никогда не являлся, на самом деле, да, когда нужна прямо рука правосудия, для этого создается Международный трибунал, отдельные согласия всех стран-участниц, да, и тогда они в его юрисдикции находятся, да, а в данном случае ни о каком создании Международного уголовного трибунала речи не может идти, потому что для этого требуется, как бы, такая же ситуация, которая была при Нюрнберге, да, а такой ситуации сейчас быть не может. Вот, короче, много тут моментов, но не в этом суть, да, кто находится в юрисдикции Международного уголовного суда, страны, подписавшие и ратифицировавшие римский статут, да, и для того, чтобы, может быть, еще и другие тоже, сейчас я расскажу, знаешь, первый вариант, когда страна, которая совершила какое-то действие, подписала и ратифицировала римский статут, или страна, против которой совершено какое-то действие, подписала и ратифицировала римский статут, неважно кем, даже если другой страной, которая не подписала, да, если такая штука происходит, То такой кейс может оказаться в юридикции Международного уголовного суда по его желанию. И третий, единственный вариант еще дополнительный. Обе страны, участницы всего процесса, могут быть не подписантами Римского статута и не ратифицировавшими его, но есть решение совбеза ООН. В случае с Россией, Украиной, Путином, Герасиемом и Шойгу, ни один из этих трех случаев не может быть применен, потому что он не соблюден здесь. Соответственно, ни Россия, ни Украина никак не могут находиться в юрисдикции, и их военный конфликт не может быть юрисдикцией Международного уголовного суда. И все, что они делают на самом деле, это такая позиция активиста, суда активиста, который не имеет в международном праве на самом деле никакого прецедента. Это невозможно. Но это как бы первый момент, чисто легальный юридический момент. Есть же у этого момента еще политические последствия. Например, как в Америке есть Гагенвейджен, я вам рассказывал, что американская армия теоретически может, если американского гражданина Международного уголовного суда задержат, она может его освободить любой силой. Она может его, должна США, должна такого гражданина освободить из-под юрисдикции, освободить из-под ареста, например. И для этого могут использоваться любые средства, в том числе вплоть до вторжения. Примерно то же самое может произойти сейчас в России. Учитывая, что Международный уголовный суд фактически выдает ордера на политическое руководство страны, то государство в таком случае может воспринимать Международный уголовный суд как угрозу национальной безопасности, объявить его экстремистской организацией и начать действовать против него на всеми возможными способами, включая физически, например. Например, агентура же есть в Голландии, без сомнения, есть разные другие вещи. И сейчас они пока как бы об этом, естественно, никто не говорит, но я не удивлюсь, например, если вдруг в ближайшее время какие-то события начнут происходить, да, подобного рода, показывающие, что Международный уголовный суд приходит, превышает возможности допустимого. Вот. То же самое, кстати, касается Израиля, который не подписал римский статут и, соответственно, не может находиться в юрисдикции Уголовного суда международного. А палестинская автономия не является государством, чтобы такой статут подписать и его ратифицировать. То есть тут очень много вещей, которые сейчас происходят, они как бы очень громко звучат. У этого очень много типа кругов по воде и для людей, не знающих, это как бы является каким-то прям таким, о, смотри-ка, ему Международный уголовный суд выписал ордер на его арест. Ну, на самом деле, за этим ордером ничего не стоит. А те страны, которые подписали, да, по идее, они обязаны, если человек, на который выписан ордер, окажется на их территории, его задержать. Но это тоже, на самом деле, непростая же штука. Вы же имеете дело с постановщиком Совбезу ООН, с супердержавой, с ядерным оружием, как бы и все дела. И это совсем-совсем непростая история. Я думаю, что Международный уголовный суд очень быстро, да, люди, принимавшие эти решения, они, скорее всего, в ближайшее время об этих решениях пожалеют. Так я себе представляю развитие этой ситуации. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Главное, чтобы они там разобрались. В ближайшее время прибудет и остальная часть контингента. Вот. Для этого Байден упряжется объявить Кению главным союзником США вне НАТО. Вот. Это традиционная форма. Значит, одновременно с этим, ну да, перед тем, как они отправились, первый контингент, перед ними выступил кенийский президент Уильям Рутто. И сказал, что вот так и так, ребят, покажите, что вы можете, потому что многие стихи говорят, что вы не сможете навести там порядок. Покажите, несите кенийский флаг с гордостью. Короче, чтобы не получилось так, как раньше там получалось у других международных контингентов на Гаите, включая бразильский, например, со всякими разными неприличными вещами, о которых даже я не хочу в программе говорить. Вот. Но будем надеяться, что у кенийцев получится, потому что другого варианта нет, никто больше на войска свои отправлять не хочет и полицию. А там прям беспредел, совсем-совсем беспредел. Несчастные люди не знают, куда деться. Вот. А в самой же Кене у Уильяма Рута сейчас другие проблемы. Опять же, вот он стал американским таким союзником, прям весь из себя. А там очень серьезные демонстрации идут, которые сегодня была припринята попытка экстремистами в этих демонстрациях молодежью, да, штурмовать парламент, что вызвало стрельбу, слезоточивый газ, пятеро убитых, включая и у самих участвующих в демонстрации, и тех, кто пытался там помочь раненым, которые там слезоточивого газа и дубинок пострадали. Ну, в общем, побоище такое по полной программе на улицах Нароби происходит в даунтауне. И есть свидетели, которые говорят, что офицеры службы безопасности кенийской, стрелявшие, да, например, убившие одного из протестующих, были в штатском, вот, и вообще те, кто выступал против этого закона о повышении налогов, против которого очень много людей выступает, естественно, вот, некоторые, там, чуть ли не около семи активистов, которые критиковали этот закон, из своих домов пропали, короче, в неизвестное направление их увезли. То есть такая силовая, на самом деле, тема по полной программе. То есть, с одной стороны, как бы демократия такая, кения, да, с другой стороны, методы решения вопросов с оппозицией, и они такие, достаточно силовые, вот, я имею в виду внесудебные методы давления, да, в данном случае, там, вот, я не про убийство сейчас, не про гибель протестующих, а про исчезновение критиков закона, вот. И это все сейчас совсем не кстати к Уильяму Рута, но он говорит, что мы, как бы, приветствуем молодежь, которая мирно выходит на демонстрации, но мы категорически против криминальных элементов, которые воруют, украли этот протест, hijacking the process, да, то, что он сказал на самом деле сегодня. Вот, позволь, как ситуация-то будет развиваться. Я думаю, что это не повредит отправки дополнительного, то есть, чтобы контингент, о котором договорились с Кенией, две с половиной тысячи полицейских, все-таки на ГАИ-те прибыли. Это, чтобы они прибыли, и это никак не повредит. Но международному имиджу Кении, да, это может навредить то, что сейчас происходит. Я уже не говорю о том, что теперь, раз вы американский союзник, главный, вне НАТО, да, то теперь Америка может вам рассказывать, как правильно, как неправильно. Уж извините, тут такое дело, раз уж вы подписались, как это назвался груздем, полезай в кузов. А до этого момента Уильям Рута мог так достаточно решать вопросы, как он стал нужным на самом деле. Вот, теперь это будет сложнее сделать, а то заберем статус, не получите там каких-то привилегий и так далее, и так далее. Вот, ну я утрирую, конечно, не совсем все это не так просто. В любом случае, Кения самое серьезное африканское государство, внушающее самые большие надежды. До этого достаточно стабильное, кстати, да, и самым значительным, кстати, милитари из африканских стран, которые в Восточной Африке присутствуют. И оплот антитеррористической борьбы, кстати, которую США там ведут, вот, и англоязычная, в принципе, страна. То есть удобный союзник на самом деле и один из, как бы, оплотов, да, и христианская страна, оплот безопасности, как бы. То есть там много есть моментов, по которым с Кенией есть взаимодействие, и, может быть, на Кению можно опираться во многих вопросах, ну вот, начинается полоса нестабильности для нее. Я к тому, что уже в Африке много, так-то, эти полосы нестабильности, они как бы только расширяются. К сожалению, общий тренд, да, нестабильность. Наблюдаем даже в Кении уже сегодня. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задор. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра.